здравствуйте у нас сегодня на ремонте телефон motorola g5s у него будем менять экран сразу скажу телефон разбирается путем отклеивания экрана как подобие samsung надо отклеить дисплей и тогда уже разбирать его один раз уже приносили со своим экраном человек пришел и я его отклеил был родной экран треснут ему работал я его отклеил думал экран умрет родной новый подкинул новый не работает потом вернуться попытался вернуть старый все он заработал как бы я сделал вывод такой что экраны на этих моторолах родные очень и очень крепкие можно как бы аккуратно смело пробовать отклеивать не бояться пушу я его вот заводской экран растресканный весь здесь в уголках все по потрескам и я его родной аккуратненько вот так вот с пленочкой спиртиком без проблем отклеил нагрел отклеил и все отлично отошло нормальный он еще и живой остался поэтому если кто будет открывать телефон с целым экраном то я думаю проблем не должно возникнуть достаточно крепкие экраны сейчас его тут скотчем двойным прихватил сейчас вот они два шлейфа сейчас я покажу вот левая кнопка home правый дисплей дисплей сейчас и home этот отклеить вернее отцепить пока не получится вот но раскрываем и пошли начинаем откручивать все болтики я удивился конечно как экран остался целый когда отклеивал нагревал его мучил 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 ну я его и пытался в принципе сохранить тоже экранчик на всякий случай думаю все вдруг не получится новый который клиент принес если вдруг у нового что-то не заработает то старый хотя бы вернуть ну действительно получилось отклеить для меня это как бы небольшое достижение обычно лопаются они ломаются все вроде пытайся его аккуратно когда он растресканный он все уже еще тем более отваливается все когда сенсор целый на нем конечно крепче экран держится сенсор же он тоже сенсор на стекло сумму тоже как жесткость дает когда трещинкой на нем все вариант того что сам дисплей лопнет увеличивается особенно это на самсунг там матрицы очень тонкие дисплей здесь матрица толстенькая крепкая она тут же айпиес или как авто и фт точно матрица так сейчас вот мы открутили симку сразу надо вытащить на всякий случай да и все иногда бывает забываешь вытащить а она что-то не дает открыть телефон металлическую рамку вытаскиваем вот смотрите аккуратненько с вот этой стороны вот здесь идет слегка боковых кнопок вот его смотрите не повредите и один раз в прошлый раз его открывал чуть не повредил вот в одном месте вот здесь на изгибе я вот так взял и здесь подковыривал и вместе со шлейфом подковырнул короче здесь правой средней части аккуратней будьте внимательны шлейфик я его в тот раз чуть не повредил в прошлый раз так что вот они отцепляем дисплей кнопка home к сожалению черного не было только белый клиенту не столь важно было лишь бы чтобы работал так кнопка home у нас проверенная рабочая мы просто подкидываем матрицу а у нас кнопка включения так здесь можно не подкидывая металлической пластинки этой с кнопками можно замкнуть контакт четыре контакта вот они в этом месте замыкаем нас если мне память не изменяет так вот эти два контакта замыкаем правых замыкаем два правых контакта и смотрим вибра сработала на что-то дальше делов нет никаких на дом включен у нас чудес плыни исправим у нас получилось неудача небольшой дисплей оказался бракованный уже 2 заказаны нами уже с браком он просто не показывает мне не формирует изображение старый дисплей опять же подставляю все работает так как экран у нас наказался бракованный но обратно вернем на место старый экранчик замена сводится к тому что надо со старого экрана вытащить кнопку home вклеить в новый экран ну тут не забыть тачскрин вставить в коннектор ну и все кое-какие наклеечки надо со старого переклеить на новый допустим вот по подсветке наклейку надо сюда наклеить на контакты подсветки буша не оголенные могут замкнуть подсветка может глючить получается так видео для информации для сведения как какая конструкция внутри под экрана какие есть небольшие подводные камни как бы если вдруг кто-то будет экран менять хотя бы знать будет что внутри там есть какие какая-то засада небольшая с боковыми кнопками сейчас я подключу батарейку отстегнуть желательно конечно пока подключаем все так возвращаем все это дело на место где у нас вот так вот они у нас боковой кнопочки сразу туда засовываем всю рамку это вставляем вообще конструкция такая простая у телефона совсем простая сложности не должно возникнуть так что не бойтесь кто хочет сам себе поменять там кранчик я думаю если руки из плеч поменять можно вставляем все включили телефон со старым экраном но у нас повторюсь оказался не рабочий уже второй экран пришлось вернуть старый кому помогло видео по разборке ставьте лайки пишите комментарии ну в общем было показано как разбирать хотя бы же примерно знать процесс замены экрана все спасибо всем за просмотр удачных вам ремонтов до свидания до следующих встреч